Жители Алматинского микрорайона Алгабас-6 считают, что в их домах опасно находиться и требуют проверить постройки на прочность. Говорят, некоторые высотки стало клонить в сторону, отчего в квартирах появились трещины. Это тот самый комплекс, где несколько лет назад уже эвакуировали людей из покосившихся многоэтажек. Тогда строители укрепили фундамент нескольких домов и заверили жильцов, что теперь бояться нечего. Но люди в это, конечно, не очень верят. Тем более, что примеров того, к чему может привести некачественное строительство, предостаточно. Все же помнят случай с Бесобой. Ужас! Ужас! А тут еще чиновники решили демонтировать сразу несколько микрорайонов в разных регионах страны. Новостройки там покрылись трещинами, стал проседать фундамент. А на отдельных объектах строители то ли забыли, то ли изначально не планировали проводить ни свет, ни воду, ни тепло. Это, конечно, уму непостижимо – возвести стены и забыть проложить трубы. О недостройках наш следующий материал. В Алматинском микрорайоне Алгабас-6 снова переполох. Жильцы требуют проверить дома на прочность и стойкость. Говорят, высотки стали клониться на бок. И это якобы видно даже невооруженным глазом. Если вот так взглядом посмотреть, для меня, например, видно, для наших жителей тоже видно, что есть изменения. А для государства или я не знаю, кто приходит, они говорят, что изменений нет. В многострадальном ЖК с 2016-го нет покоя. Тогда сразу несколько домов дали крен. Из очередной покосившейся многоэтажки пришлось эвакуировать 50 семей. Люди в панике выносили из дома вещи и мебель. Боялись, что рухнет. Это действительно аварийный дом. В этой связи безопасность жителей для нас это первичная. И комиссия пришла к такому мнению о том, что их надо, по-любому надо переселить. Тогда власти срочно стали укреплять кривые коробки. Людей успокоили, а комплекс даже переименовали в Зерделе. Но жители говорят, как его ни назови, дома ровнее не станут. И в подтверждении показывают новые трещины. У меня тоже самое было. У меня и кухня вот такая косячная. Я когда убрала вот это все, внутри выходило носки, майки всякие. Мусор выходило. Чтобы экономить пенку, видимо, там у них запихали мусором. Застройщик, что возводил девятиэтажки, считает, люди шумят от необразованности. Мол, в строительстве не смыслят, а если где-то и вышло криво, то это не критично. Да, это, знаете, это разговоры. Когда вот человек не понимает в строительстве, может что угодно наговорить. Отлично считается по строительным нормам. 25 миллиметров это не считается. Возьмите любой дом, который новый сейчас построили в центре города, это 3-4 сантиметра он допускается. Недопустимой считает эту ситуацию Мухтар Айсаутов. Он всю жизнь строил дома, фабрики и военные объекты. За 50 лет в профессии глаз наметан. Фундамент неправильно. Сразу здесь видно на глаз даже, что, смотрите, какой фундамент. Где-то 50 сантиметров от земли. И армировать надо было, наверное, хотя бы двойной армированной надо было провести. Здесь я вижу, что двойной армированной нету. Он уверен, что Алгабас-6 – проект с самого начала неудачный. И от укрепления фундамента безопаснее здесь не стало. А фундамент как укрепить? Фундамент уже никак не укрепишь. Здесь хотя бы надо было 5-этажных хотя бы строить. Но 9-этажку сюда заталкивать ни в коем случае нельзя было. Не дай бог, если будут землетрясения, хотя бы 7-8 баллов, они все упадут. Эта трещинка была первая, которая на уровне 2-й этажа. Низамигаджиев знает все эти трещинки. Несколько месяцев темиртауские чиновники наблюдали, как ими покрывали стены двух новостроек. Дома возводили по госпрограмме и планировали заселить в них очередников. Бюджет на это потратил 96 миллионов. Но когда кирпичи стали расходиться друг от друга все дальше, комиссия опасную стройку запретила. Дом дальше не может быть построен, а вот эта конструкция не может быть использована, его надо демонтировать. Или кладка такая некачественная, или что-то связано с температурными условиями. Еще одной причиной того, что стены расползлись, специалисты считают недостаточное укрепление грунта, отчего в итоге и просел фундамент. Но, видимо, самих застройщиков все эти мелочи не сильно беспокоили. Они успели закончить одну пятиэтажку, вторая готова наполовину. Заселить сюда планировали сотню семей. Как муж умер, мы стали в очередь. То на квартиру снимаю, то маму. Акмарал, возможно, могла стать одной из новоселов. Она мать-одиночка. Но теперь ее очередь подойдет не скоро. Нести ответственность за провал госпроекта застройщик якобы не хочет. Чиновники подали на фирму в суд. Он и решит, кто теперь будет оплачивать демонтаж и новую стройку. А это еще годы ожидания. Мухтар Айсаутов считает, что от бесконтрольности и непрофессионализма бюджет несет миллиарды убытков. А миллионы людей в стране живут в опасных домах. Сейчас нету качественных строителей. Это однозначно. Раньше во всех были средне-техническое образование, ПТУ. Там выпускали монтажников, маляров отдельно. Сегодня я вижу, создают строительную компанию. На удивление, президент этой компании или за техникой, или врач. Казалось, уж где не рискнут плохо строить, так это в столице. Но и тут сейчас разбирают несколько новостроек, которые начали возводить еще в 2004-м. 15 лет полсотни дольщиков ждут свои квартиры. Сама конструкция непригодная. Коррозия, так же как бетон, так и железобетон полностью идет здесь. Стыки между перекрытиями, они ослаблены. В каких-то местах они отсутствуют. Что под дальнейшей нагрузкой она бы не выдержала и привела бы к разрушению. Чиновники говорят, что были шокированы халатностью застройщика. Компания возводила жилой комплекс без проектно-сметной документации. Только как при этом фирме разрешили даже фундамент залить, непонятно. Дольщики уверены, их с самого начала обманывали. Изначально, как органы следствия выявили, данный объект не планировали сдавать. Его, я так понимаю, возводили для того, чтобы просто собирать деньги с дольщиков и потом просто их вывезти, я так думаю, за пределы республики Казахстан. Руководителя фирмы уже осудили, а за демонтаж взялась другая компания. Она же будет строить на этом месте новый ЖК. Кстати, квартиры дольщикам обошлись недешево, жилье это бизнес-класса. Но опытный строитель говорит, что элитное жилье часто отличается от бюджетного только фасадом. Экономят на качестве везде одинаково. Материалы хоть в элитных домах, хоть в таких домах однотипные, потому что они берут в одном и том же месте. Они берут арматуру китайская, хашель китайский. Главная же проблема отечественной стройки он считает коррупцию, когда и заказчики, и застройщики думают не о безопасности людей, что будут жить в доме, а о том, на что будут жить они сами. Там есть проценты тоже 2, там надо еще давать, есть проверяющие, которым надо давать, без этого нет у нас. А там тоже какие-то проценты, 7-8, до 10 доходит. Вот вам 25 процентов минус, и вот из, допустим, дома 800 миллионов стоит, и 200 миллионов надо отдавать, а за 600 миллионов этот дом качественно никогда не построишь. Хорошо, если ошибки обнаружат на стадии строительства, и второй без Абы не случится. Ужас! Ужас! Офигеть! Но карагандинские строители отличились и в этом году. В июне планировали презентовать новое здание станции скорой помощи за 400 бюджетных миллионов. И тут вдруг выяснилось, в помещении не будет ни света, ни тепла. Проводить коммуникации здесь даже не собирались. И это не единственное замечание. Качество строительства ужасное. Чиновники подали на компанию в суд, но застройщик намерен защищаться. Говорит, коммуникации не были заложены в проекте и вообще, где проверяющие были раньше. Вы на стадии строительства, если замечание было, вы могли как заказчика остановить работу? Могли. На любом этапе. Подождите, вы могли такое сделать? Дело в том, что я могу вам ответить, что здесь от нашего управления был специалист. На данный момент он сейчас уволился, я не могу ничего сказать. И пока по одним недостройкам идут суды, на других стройплощадках вовсю гудит техника. В 2019-м, например, чиновники обещают презентовать казахстанцам свыше 40 тысяч новых квартир. И с каждым годом строить будут чаще. Вот бы еще по швам трещало. Реже.